Друзья, привет! Россияне хотят переговоров, Запад давит на Украину, а в Киеве наметился раскол. Именно с такими новостями выходят мировые СМИ в последнее время. Контр-доступление Украину осенью ни к чему не привело. США очень неохотно одобряют новый пакет военной помощи, а Эммануэль Макрон снова готов разговаривать с Владимиром Путиным. Подходит конец второго года войны, и кажется, что впервые с весны 22-го мы можем увидеть какие-то переговоры между сторонами. Каковы же реальные шансы на перемирие? Какими будут требования сторон, и на каких условиях можно прекратить огонь? Все это мы обсудим сегодня. Россия всегда, как Пусин говорит, готова к переговорам, но на условиях Москвы. Признание оккупированной территории, нейтральности Украины и так далее. В принципе, любые войны заканчиваются переговорами. По крайней мере, мы давно уже не видели войн, когда просто одна страна полностью уничтожала другую. Поэтому, в конце концов, переговоры между Россией и Украиной, видимо, начнутся. Другой вопрос, когда, в какой ситуации, и что будет предметом переговоров. Итак, в России растет число людей, которые хотят переговоров с Украиной и конца войны. По данным опроса Russian Field, сейчас 48% россиян хотят мирных переговоров, а за продолжение войны выступает только 39%. Получается, что впервые с начала конфликта сторонников переговоров стало больше, чем тех, кто выступает за продолжение войны. Вдобавок, сразу 74% ответивших готовы поддержать мирные соглашения с Украиной, если о нем объявит Владимир Путин. При этом условия для заключения мира все называют разные. Одни ждут капитуляции Украины, другие готовы вернуться к границам 91-го года, а третьи согласны на все, лишь бы эта война наконец-таки закончилась. Россияне, да, сейчас поддерживают переговоры больше, чем войну. Я думаю, что это больше от силы, от того, что вроде как бы Россия показала, что она не умерла и не стратегически поражена, во всяком случае, на данный момент. Сейчас как раз россияне как бы хотят, что вроде мы уже доказали, что мы можем, то есть Путин доказал, что он может, и давайте теперь будем разговаривать об этом по-другому. Довольно большие социальные группы, несомненно, в той или иной степени устали от войны, устают от войны, в первую очередь потому, что ее окончание, формат ее окончания этим большим социальным группам непонятен, не виден. Но я хочу подчеркнуть, что эта усталость от войны, она, конечно, не ведет к тому ни в коем случае, что общество в состоянии как-то влиять на те решения, которые принимаются в Кремле. По данным Левада-центра, сразу 70% россиян готовы поддержать окончание войны. При этом больше половины не хотят возвращать Украине присоединенные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас уже эта идея, конечно, абсолютно в прошлом, никто не может сейчас уже вообще, так сказать, ставить какой-то вопрос о возвращении территорий, поскольку они юридически присоединены к Российской Федерации уже. Для Кремля они являются присоединенными по административным границам четырех областей плюс, так сказать, Крым. Пятое – это Крым. Поэтому совершенно ясно, что только при новом руководстве Российской Федерации, ну, о чем, собственно, Киев постоянно и заявляет, возможны какие-либо переговоры. Кстати, есть мнение, что при необходимости власть спокойно объяснит людям, зачем нужно это возвращение. Если Кремль захочет на это пойти, то он сможет объяснить Российскому обществу, смотрите, мы добились чего-то, что хотели, мы снимаем с нас санкции, мы заключаем какой-то мирный договор, мобилизованные едут домой, у нас не будет больше убитых, но это часть полностью разрушенных под корень территории, где не осталось ни деревень, ни городов, мы отдадим Украине. И это может, гипотетически, в политической компании абсолютно спокойно воспринято российским обществом. При этом сразу 21% россиян не согласны на мир, даже если этого предложит Владимир Путин. Эти люди ждут полной капитуляции Украины, а то и нового штурма Киева. Что касается так называемого недовольства партии войны действиями Кремля, то есть то, что было выражено там в риторике Гиркина, в мятеже Пригожина, это все в реальности захватывает очень небольшой сегмент партии войны. Что касается этой группы совсем радикальных, провоенных людей, то здесь вопрос их политизации. Найдутся ли политические лидеры, руководители, которые смогут взять их навыки, выдать им оружие и использовать это в политических целях? Могут ли сторонники войны угрожать Путину, если он согласится на переговоры, а они станут оппозицией? Ну, много было сказано об этом, вот как раз до смерти Евгения Пригожина об этом много говорилось, что вот война ведется не так, а надо общую мобилизацию, да мы сейчас, да мы с флаги завернемся и пойдем вперед и с песнями. Ну, как бы мы видим, что это не материализовалось. Сам Владимир Путин регулярно говорит, что не отказывается от переговоров с Украиной. Например, он подтвердил это на встрече большой двадцатки в конце ноября. Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса. Другое дело, что Путин требует от Украины признания, цитирую, новых геополитических реалий. Ну, то есть он хочет вести переговоры с учетом контроля России над занятыми территориями. В Киеве же не раз говорили, что условия для переговоров это вывод российских войск с территории Украины. Причем имеется в виду и так называемые новые территории, и Донбасс. На сегодня Украина, украинское общество в первую очередь, однозначно не готово вести переговоры при условии сохранения части оккупированных территорий за Россией. Недавно был проведен опрос с Киевским международным институтом социологии, и оказалось, что за год число людей, которые считают необходимым возврат всех территорий украинских и выход на границы 1991 года, число таких людей уменьшилось почти на 10%, и все равно оно составляет 86%, то есть это абсолютное большинство украинского общества ни на какие территориальные уступки не готово. Отдельно стоит Крым. В августе Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по полуострову, которые Россия присоединила в 2014 году. Правда, Зеленский отметил, что согласится на политическое решение вопроса, только если армия Украины уже будет стоять на границе Крыма. При этом пока переговоры Москвы и Киева вообще неосуществимы. Еще осенью Зеленский подписал указ, в котором констатировал невозможность переговоров с Путиным. То есть сейчас переговоры с президентом России в Украине запрещены просто по закону. Сам Путин уже говорил, что ждет от Киева отмены этого запрета. Но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президенту. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкин говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ это, или декрет, как у них называется, пусть отменят. При этом СМИ пишут, что США и Европа уже обсуждают с Киевом возобновление мирных переговоров. По данным NBC, американские чиновники уже обсуждают с украинцами, от чего те готовы отказаться ради установления мира. Источник сообщает, что активнее давить на Украину начнут в конце этого, начале следующего года. Причиной такого давления якобы стала тупиковая ситуация на фронте. Я сам о ней уже рассказывал в ролике про контрнаступление Украины. Вдобавок, Сенат США до сих пор не одобрил законопроект о выделении новой военной помощи Украине. А я напомню, что из-за него долго шли споры между демократами и республиканцами. Те требовали от Зеленского конкретных планов по успеху на войне, прежде чем снова давать деньги. В итоге обсуждение перенесли уже на 2024 год. Правда, надо отметить, что военный бюджет США, помощь Украине уже включена. Просто в меньшем размере, чем в том законе, что ждет одобрения Сената. Если даже представить себе такую ситуацию, в которую я лично не верю, что Конгресс так и не утвердит военную помощь Украине, все равно Украина продолжит воевать. Другое дело, что это будет гораздо тяжелее. Принудить Украину к переговорам может сама ситуация на фронте. В ходе контрнаступления летом и осенью ВСУ, как вы помните, добились лишь незначительных успехов. А в декабре в наступление перешла уже армия России. Глава ВСУ Валерий Залужный уже говорил, что война зашла в тупик. Владимир Зеленский с ним не согласен и надеется, что Украина сможет придумать какой-то новый маневр, вроде успешной атаки в Харьковской области в прошлом году. Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает, словно мясо своих людей, никто не хочет. Несколько военных уловок, и вы помните, Харьковский регион был освобожден. Но эксперты предрекают Украине тяжелую зиму. Как пишет Wall Street Journal, у ВСУ есть проблемы с пополнением личного состава. Россия в три раза превосходит Украину по населению и имеет гораздо большие возможности как для мобилизации, так и для найма контрактников. В Украине же большинство мотивированных людей уже находятся в составе ВСУ, и новых найти можно только посредством новых мобилизаций. Без мобилизации при нашем количестве войск невозможно. Никакой рекрутинг не покроет наши потребности. Это такая же проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные. Для понимания, совокупно силы обороны Украины сейчас оставляют, я назову вам немного условное количество, чтобы мы не подошли там к госстайне, миллион сто. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Только мобилизация. Зеленский на прошлой неделе рассказал, что Минобороны Украины хочет мобилизовать полмиллиона мужчин. Но сам президент пока указ не подписал. Здесь очень многое упирается в мобилизацию и наличие добровольцев. Понятно, что как в любой войне, это касается многих войн в истории человечества, на первом этапе есть серьезный, скажем так, патриотический порыв. Очень многие идут добровольно на фронт. Однако в дальнейшем этот потенциал в той или иной степени иссякает по понятным причинам. При этом эксперты считают, что ресурсов для мобилизации в Украине пока хватает. Ведь в армии еще не начали мобилизовывать молодежь. Если, я привожу пример, если в стране не призывают по мобилизации лиц возрасте, если не ошибаюсь, до 26 или 27 лет, а это то, что сейчас происходит в Украине, нет этого решения. То есть самое перспективное с точки зрения службы в армии, причем на множестве специальностей категория не призывается по тем или иным соображениям, ну, скажем, политическим, я не знаю, демографическим, в общем, внутриполитическим соображением, то это значит, что не все так плохо. Я могу сказать так, если можно, воюя, ведя тяжелейшую войну, войну за независимость, позволить себе призывать 40-летних, но не призывать 24-летних, значит, резервы имеются и есть о чем говорить. Кроме того, Украине угрожает снарядный голод. По подсчетам исследователя Майкла Коффмана, в месяц ВСУ утратит до 90 тысяч снарядов. При этом США и Европа за то же время производят чуть более 50 тысяч снарядов. Россия, кстати, по этому показателю Украину опережает, а потому может позволить себе проводить больше артиллерийских обстрелов. России больше снарядов, чем у Украины, однако артиллерийские системы российской армии во многом уступают украинским, западного производства уступают, как правило. Плюс много старья используется, поднятого со складов. Так что где-то количество компенсируется отсутствием качества во многих случаях, однако преимущество есть. На фоне двух этих проблем для начала наступления России эксперты предрекают Украине тяжелую зиму. Да, пока все это не значит, что Россия выигрывает войну или хотя бы добивается каких-то особых успехов на фронте, но для Украины ситуация может стать патовой, если все новые ресурсы она будет бросать на оборону, а не на наступление. И вот тогда наверняка вновь всплывет тема переговоров. Россия накопила кое-какие резервы, не очень большие, но кое-какие резервы у нее имеются. Да, есть дефицит техники, авиация по-прежнему третий степенный фактор, но есть несколько направлений локальных, где Россия считает, что есть потенциал продвижения. Это от Купенска до Лимана, вот эти вот места. И, конечно же, Авдеевка. В первую очередь возможный выступ, который украинцы пробили в Запорожской области, я имею в виду в районе Работино, потому что для обороны он не очень удобный. Он охвачен, если украинцы не наступают, то обороняться там непросто. На все это накладывается возможные проблемы с поставками вооружений. Да, американский Сенат помощь, скорее всего, одобрит, хоть и с задержкой. А вот Евросоюзу пока не удается согласовать новый пакет на 50 миллиардов долларов. И всему виной Венгрия, которая накладывает на это решение вето. Вдобавок от военной помощи Украине отказалась Словакия. Выступает против и новое правительство Нидерландов. Вряд ли, конечно, Киев останется совсем без военной помощи союзников. Но чем меньше он ее получит, тем ниже шансы ВСУ добиться успехов на войне. На фронт может повлиять и напряжение в самой Украине. В марте следующего года в стране должны пройти новые выборы президента. Пока говорят, что их, скорее всего, отложат до окончания войны. Я думаю, что шансы, что весной будущего года в Украине состоятся выборы, они, в общем-то, нулевые. Нерковная рада Украины приняла специальное постановление о том, что во время действия военного положения никакие выборы проводиться не будут. И будут проведены они через 6 месяцев после отмены военного положения. Но все это вызывает недовольство у противников Зеленского. Более того, напряжение есть и среди его сторонников. По данным Financial Times, оптимистичные заявления Зеленского про успехи на фронте привели к его конфликту с военным руководством страны. Ранее также сообщалось, что из-за слов Залужного о тупике на фронте у него использовались отношения с президентом. А более того, активно ходят слухи, что если новые выборы все-таки будут, то Залужный может баллотироваться и даже занять место Зеленского. И что касается главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, то когда его называют как возможного кандидата, он пока всячески отказывается и говорит, что не имеет политических амбиций. Но тем не менее, поскольку на сегодня он пользуется, пожалуй, наибольшей поддержкой украинцев среди всех публично известных фигур, есть определенное напряжение в украинской элите. Вадим Зеленский опасается его как возможного соперника, такую проявляет ревность, и поэтому есть между ними определенное напряжение. Потенциальным соперником Зеленского может стать еще один его бывший союзник Алексей Арестович. Он уже обещал, что в случае победы на выборах не только пойдет на переговоры с Россией, но и согласится на вариант мира от Генри Киссинджера, то есть на разделение территории по границам до 22 февраля 2022 года. А это значит, что Арестович готов не возвращать Украине Крым и Донбасс. Правда, с одним нюансом. Это временное решение. Мы будем ждать ухода от власти Путина, и с новым российским руководством вернемся к вопросам оккупированных территорий. Это руководство, я уверен, будет более вменяемым, чем Путин. Но заложенный Арестович — это пока только разговоры. Зеленский точно будет оставаться президентом до конца марта следующего года. Да и его рейтинг позволяет думать, что при желании нынешний глава Украины останется на второй срок. Так возможно ли переговоры при нем? А если да, то на каких условиях? Сам Зеленский на недавней пресс-конференции опять сказал о бессмысленности переговоров с Россией. На сегодняшний день вопрос о переговорах с Россией не актуален. В их риторике мы видим только наглость и убийство. Недавно лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал подробности о тех переговорах, что стороны вели весной 2022 года. По его словам, ключевым требованием России был отказ Украины от вступления в НАТО. Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас додавят на подписание соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое важное для них. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия, когда-то там нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Только один пункт. Но фактически ключевой пункт был этот. Слова о Рахамии сразу подхватили все российские пропагандисты и политики. Дескать, смотрите, украинцы сами признали, что от них хотели только внеблокового статуса, а они вот такие вот дураки отказались. На сегодняшний день теоретически, наверное, можно себе представить, что если бы Россия вдруг согласилась освободить все оккупированные украинские территории, включая Крым, но сказала бы, вот только ни в коем случае не вступайте в НАТО, да, мы все отдадим и отовсюду уйдем. Наверное, в Украине такой вопрос бы всерьез рассматривали, но практически такой сценарий вообразить трудно. Нет такого предложения на столе, где Россия бы соглашалась пойти на все украинские условия в момент всего лишь на не вступление в НАТО. Ну, если так, что касается, да, Украина сейчас соглашается на нейтралитет, тогда Россия попросит больше. Как бы власть – это вещь жадная, она ей никогда недостаточно, и война весь жадная, это ей никогда недостаточно того, что она имеет. И поэтому, там, скажем, Украина говорит, мы выполняем ваши условия. А дальше Россия говорит, а что с Одессой? Или а что с Европейским Союзом? А вот у нас еще Харьков. А мы еще не дошли до границ Донецкой Народной Республики и так далее. Но дело не только в территориях, потому что для Кремля позволить Украине вступить в НАТО значит признать, что Киев может сам принимать за себя решение и выбирать судьбу своей страны. А такое российская власть пока себе позволить не может. Москва лишится огромного количества рычагов влияния, что это очень сильно увеличит защиту, скажем, например, Украины от любого иностранного вмешательства. И тем самым это будет большой-большой проблемой для Москвы. По сути, это будет признание того, что Украина – это независимое государство, на которое Москва будет иметь более ограниченное влияние. Россия всегда важен был отказ всех стран от вступления НАТО по периметру России. Разница предыдущих руководителей и Путина, что Путин решил по этому поводу начать войну. Вдобавок, такая свободная и усиленная за счет НАТО Украина могла бы выглядеть угрозой для режима Владимира Путина. Ведь если в Киеве можно устроить демократию, пойти по западному пути и получить помощь из Вашингтона, то почему такое не будет возможно в Москве? Если я Владимир Путин, я буду думать, что именно с Украины, из Украины, будет, как они говорят, цитирую Марию Захарову, будет плацдарм по необходимости смены режима в России. Тут важно отметить вот что. Да, Арахамия признал, что Россия требовала от Украины только отказ от вступления в НАТО. Но нигде не говорится, что Россия собиралась вернуть Украине ее территории по границам что 1991-го, что 2014-го годов. То есть внеблоковый статус все равно не было бы единственной уступкой, которую ждали от Киева. Понятно, что в Москве ждут, например, признания Крыма. Ведь если бы Киев на такое пошел, то и санкции с полуострова можно было бы снять. На самом деле, как минимум, Россия требовала на тот момент, чтобы Украина признала за ней Крым и Донецкую и Луганскую август. Тогда еще без Запорожской и Херсонской, но тем не менее. И вот этот момент, мне кажется, был даже более принципиальным, чем отказ от стремления в НАТО. Если весной прошлого года еще можно было надеяться, что все обойдется какими-то договорами о внеблоковом статусе Украины, то сейчас ситуация гораздо сложнее. Все дело в так называемых новых территориях, то есть Донецкой и Луганской народных республиках, а также частях Запорожской и Херсонской областей, которые Россия включила в свой состав осенью прошлого года. Российские политики не раз давали понять, что не собираются возвращать их Украине. По их словам, Киев должен принять, цитирую, новую геополитическую реальность. Украина же, в свою очередь, не собирается признавать эти территории российскими. Буквально в ноябре Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на признание Донбасса и Крыма российскими, даже если это остановит войну. Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Как я думаю, наша страна не готова к такому мирному плану. Это не мирный план. Возможно, Москва рассчитывает на то, что украинцы утомятся от войны и скажут уже, что черт с этим Донбассом, черт с этим Херсоном. То есть, если будет общественный запрос на то, чтобы прекращать войну практически любой ценой, то есть, отдавая свои территории, наверное, украинское руководство в такие переговоры может вступить. Но, опять-таки, это гипотетический вариант. Сегодня мы видим прямо противоположную квартиру. В свою очередь, Владимир Путин намекает, что пока новых территорий ему недостаточно. На своей недавней пресс-конференции президент России опять заявил, что весь юго-восток Украины пророссийский, а Одесса, цитирую, вообще русский город. Юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторические российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку «Турция», да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. То есть, это что, это было обещание, что Одессу возьмут? Или, как бы, если мы сейчас с вами не договоримся, то дальше будет Одесса? Вот что это значит? И тут мы не знаем. Главная проблема в мирных переговорах в том, что у сторон нет никакой общей базы для договоренности. Россия все еще не назвала никаких целей для завершения операций. И, как вы понимаете, вся эта деноцификация, демилитаризация и вот эта прочая мишура не дают понять вообще, на какой точке готов остановиться Путин. И что это вообще такое? И готов ли вообще Путин останавливаться вообще? Я думаю, что большие цели это то, что я останавливаю войну. Вы меня принимаете, каким я есть. Вы убираете все свои санкции. И вы включаете меня во все вот эти вот, как бы, мировые свои переговоры. Еще посмотрим, как нам без конца напоминает Сергей Лавров, еще посмотрим, хотим ли мы с вами договариваться. Я думаю, что это большие цели. Путин любит заявлять большие цели. И даже если большие цели не оправдываются, пока мы видим из его истории, что какую-то часть, не мытьем, так катанием, а больше всего катанием и избиванием и стрельбой, он все-таки получает. Украина же, в свою очередь, все еще настаивает на полном выводе российских войск со своей территории, чтобы вести переговоры. Из-за этого ситуация получается патовая. Россия не станет отводить войска, пока не получит гарантию выполнения своих требований. Ну, а Украина просто не даст никаких гарантий, пока Россия не выведет свои войска. С одной стороны, уже несколько раз Россия предлагала договориться о прекращении огня, остаться сторонам на своих позициях. Вот Украина на это не соглашается, несмотря на то, что сейчас, возможно, стратегическую инициативу перехватила Россия. Но мы считаем, я думаю, обоснованно, что любые прекращения огня без принципиальной договоренности будут на пользу России. То есть она сможет перегруппироваться, построить новые оборонительные укрепления, нарастить производство оружия. Поэтому думаю, что все-таки прекращению огня и переговорам должен предшествовать России войск хоть с каких-то территорий. Тем не менее, о переговорах в последнее время говорят все больше. Так военный аналитик Юрий Федоров полагает, что на Западе какой-то вариант мирного соглашения считают лучшим выходом из ситуации. Потому что поражение России чревато смутой в стране и потенциальной ядерной угрозой. А поражение Украины приведет к усилению России и возможной угрозе другим странам бывшего Советского Союза. И получается, что лучшим вариантом будет какой-то средний, промежуточный, когда окончательно не проиграет никто. В Вашингтоне же заявили, что хотят склонить Россию к переговорам на условиях Киева. Правда, только к концу 2024 года. В противном случае Москве угрожают, цитирую, «более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способную вновь предпринять наступление». И когда в Вашингтоне говорят, что они рассчитывают к концу 2024 года к чему-то склонить Путина, это просто риторика. За этим стоит просто дипломатическое намерение обозначать общее желание закончить, завершить войну. Просто потому, что вся мировая дипломатия должна так говорить. То есть это как-то звучит глубоко неубедительно. Вот этот вот нарратив, который Соединенные Штаты без изменения продолжают давить, он с моей точки зрения сейчас особенно не работает. В то же время в Европе начали готовить площадку для переговоров. Напомню, весной прошлого года они проходили в Беларуси и Турции. Теперь свою помощь предложила Венгрия. С одной стороны, это страна Евросоюза. А с другой, именно Венгрия считается главным союзником Путина в ЕС и регулярно блокирует выделение помощи Украине. Думаю, что сегодня Венгрия была бы плохой площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Для Украины, в первую очередь, неприемлемой. Хотя Венгрия член Евросоюза и НАТО, тем не менее, венгерская позиция в отношении войны все больше и больше становится антиукраинской. Поэтому, несмотря на предложение Министерства иностранных дел Венгрии своих посреднических услуг, уже скорее Турция. Которая тоже пытается дружить и с теми, и с другими, но там, по крайней мере, поддерживается какой-то баланс. О готовности вновь участвовать в переговорном процессе заявил и президент Франции Мануэль Макрон. Я хочу напомнить, что в прошлом году он был, пожалуй, главным посредником между Москвой и Киевом и регулярно вел с Путиным телефонные разговоры, из-за чего даже стал героем мемов. Если у президента Путина есть желание к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед, выходу из конфликта в Украине и построению прочного мира, то есть с уважением к международному праву и, следовательно, к интересам и суверенитету Украины, я приму звонок. Допустим, переговоры России с Украиной все-таки состоятся. Вопрос, что на них будут обсуждать. И тут есть три варианта. Прекращение огня, перемирие и полный мирный договор. Прекращение огня, как вы понимаете, это самый простой вариант. Фактически он оставляет все армии на своих местах. Только они больше не стреляют друг в друга и перестают погибать люди. При этом армии остаются в боевой готовности и могут в любой момент возобновить военные действия. Ранее украинская сторона уже говорила, что такое решение им не подходит, так как оно позволит России лучше подготовить войска. Правда, это было еще до того, как контрнаступление Украины зашло в тупик. Когда мы говорим о паузах и подготовке, всегда готовятся обе стороны. И надо учитывать то, что нельзя иногда спрогнозировать, кто подготовится лучше. И опять-таки, в чем смысл? Если просто подготовиться к дальнейшей войне в тихую, ну, тут вопрос, а стоит ли этого? А зачем тогда прекращение огня, дабы начать войну снова, скажем, через неделю или месяц? Если речь идет о прекращении огня на годы, это уже нечто стратегического уровня. И здесь какое-то прогнозирование не очень уместно. Второй вариант, это перемирие. Это значит, что стороны проведут некие демаркационные линии, то есть разграничат между собой территории. Условно, Украина может согласиться провести эти линии по текущим позициям на фронте. При этом ей не придется признавать занятые войсками РФ территории российскими. Но текущие демаркационные линии, фактическая линия разграничения, линия фронта для Украины неприемлема. То есть даже если Россия предложит вот сейчас, когда российские войска имеют вроде бы стратегическую инициативу, и не исключено, что какие-то небольшие куски территории Украины в ближайшие месяцы может потерять, тем не менее, все равно Украина сейчас не согласится на прекращение огня, потому что украинская сторона уверена, что это прекращение огня будет использовано России для укрепления своих позиций и с дальнейшей попыткой дальше продвинуться в угол страны. Ну и наконец, третий вариант, это полноценный мирный договор. Его, кстати, будет довольно сложно заключить формально, потому что Россия и Украина друг другу войну не объявляли. Но формальность уладить можно. Гораздо сложнее уладить все спорные вопросы, которые сейчас есть между двумя странами. А без договоренности по ним полноценный мир просто невозможен. Украине очень сложно в этой ситуации идти на какие-либо уступки, потому что ну что же уступать, когда и так значительная часть территории оккупирована. Думаю, украинские уступки могли бы в принципе касаться все-таки какого-то переходного статуса Крыма, о чем мы уже говорили. Опять-таки мое предположение, да? Думаю, могла бы Украина пойти на какие-то уступки по своим взаимоотношениям с НАТО, вплоть до внесения изменений в Конституцию. Ну какие-то культурные, может быть, вопросы. Но по статусу языка все равно сейчас говорить о статусе второго государственного русского языка, ну просто нереально. Большинство украинцев не хотят его слышать. Но возможно, возможно, какие-то изменения в законе о языках национальных меньшинств. То есть вот только такого рода уступки, потому что ну что же, куда отступать, что уступать. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на мир или перемирие, сторонам надо искать компромисс. Как и уже рассказывал, Владимир Зеленский готов к каким-то переговорам по Крыму и решению вопроса дипломатическим путем. Правда, признавать его российским президент Украины вряд ли станет. Скорее всего, Украина согласится только отложить возвращение полуострова, но будет на нем настаивать. Ну а с остальными территориями компромиссов пока ждать не приходится. Россия тоже не намерена отдавать завоеванные, и получается, что ситуация патовая. Чуть проще, возможно, все будет с внеблоковым статусом Украины. Западные СМИ уже не раз сообщали, что НАТО готово предоставить Киеву гарантии безопасности, при этом не принимая Украину в свой состав. А Владимир Путин недавно подтвердил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз. Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда. Что касается НАТО, да, мы всегда были против. Я думаю, Украина может рассматривать вариант, когда она вступит в Евросоюз, не вступая в НАТО. Это потребует, да, вероятно, изменений в Конституции, или это достаточно будет ничего не менять, просто достаточно будет позиция НАТО, потому что украинцы не могут туда вступить, если её не берут. Но пока все версии любых переговоров остаются только версиями. Что бы ни говорил Владимир Путин, и что бы ни писали западные СМИ. Сейчас ни одна из сторон не готова идти на уступки, и, видимо, не будет готова, пока её не вынудят обстоятельства. В ближайшие несколько месяцев переговоров не ожидаю. Могут быть встречи отдельных представителей, которые прощупывают почву, обычно это так начинается. Действительно, вот когда российская армия только вторглась, там, на второй или третий день, начались сразу переговоры большими представителями делегациями, ну, потому что была экстренная ситуация. Обычно сначала разговаривают представители, не очень публично, мы точно не знаем, а вдруг такие контакты идут уже сейчас. И только если будет нащупана какая-то почва для конструктивных переговоров, тогда это может быть вынесено уже на уровень полномочных делегаций. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы этого не увидим. Сейчас вообще этого вопроса нет. Этот вопрос возникнет после следующего раунда военных действий, потому что впереди весеннее наступление, которое готовит и российская армия, и украинская армия. Все готовятся к кампании 24-го года. По ее итогам, возможно, возникнет новая ситуация, но мы не знаем, какая. И поэтому чрезвычайно трудно прогнозировать, каков может быть характер переговоров, если они возникнут, даже тактических переговоров о прекращении огня. Владимир Путин не раз говорил, что Запад, цитирую, ведет войну до последнего украинца. При этом россияне точно так же гибнут на этой войне. Видимо, президенты устраивают, что россиян больше, а значит и кончатся они позже. Правда, два года войны не привели Россию никаким заявленным целям. Вместо деноцификации и демилитаризации мы пока видим только боль и смерть, что для украинцев, что для россиян. И думается, что никакие опросы и желания жителей России заключить мир не заставят власть передумать. Ведь войну она начала ни о чем своих граждан не спрашивая. Спасибо, что смотрели. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк. Если вы хотите поддержать мой канал и мою редакцию, хотите видеть больше классного интересного контента на канале, то подпишитесь на сервис Бусти и Патреон, а также закрытый телеграм-канал Варламов Плюс, где я периодически выкладываю разный бэкстейдж. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok